Сегодня в выпуске. Радий Хабиров отказался работать с министром экологии Башкирии Илдаром Хадыевым. Актер Максим Матвеев открыл новый зал Уфимского театра. И футбольный клуб Уфа на своем поле обыграл московский «Спартак». Критика республиканского министерства экологии, проблемы с многофункциональными центрами и плохая освещенность улиц. Такими были основные темы на оперативном совещании в Доме правительства. Понедельник – день тяжелый. Больше всех не повезло министру экологии и природопользования Башкирии Ильдару Хадыеву. Работу его ведомства раскритиковал временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров. Он огласил результаты проверки Минэкологии счетной палаты Башкирии. Рабочее ведомство дана негативная оценка. Так, число проверок мест добычи полезных ископаемых снижается. А жителям районов не предоставляются отчеты о количестве добытого сырья. Хабиров остался недоволен работой министра. После совещания Хадыев подал в отставку. А следующей темой обсуждения стали многофункциональные центры в районах республики. Сейчас среднее время ожидания в очереди составляет полтора часа. Для решения проблем главы районов попросили открыть дополнительные окна обслуживания и повысить зарплату сотрудникам центра. Идея не поддержал только глава Училинского района Фарид Довлетгареев. Физически дальнейшее расширение окон в МФЦ в городе невозможно. Я прошу при мне слово невозможно не употребляйте. Если вы невозможно, значит, наверное, вам надо заняться другим делом. Понятно? Я же вас не прошу там в вашей личной семье навести порядок. Я прошу навести порядок ваших должных обязанных. А если вы мне сходу заявляете невозможно, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности. Также Ради Хабиров попросил пролить свет на ситуацию с уличными фонарями. В Уфе с половины 12 до 6 утра отключено 65 процентов освещения. Хабиров поинтересовался у столичного главы Ульфата Мустафина о возможности передвинуть временные рамки. Мэр Уфы, помня о запрещенном условии, ответил утвердительно. Хабиров тотчас дал распоряжение. Пусть пересмотрят время отключения. Действительно, жизнь начинается активно и даже не в 5.30, где-то в 5. У нас люди, которые и, соответственно, рано начинают работать. И попозже надо, наверное, выключать, потому что кто-то не доехал, кто-то приехал где-то с часа, вот до пяти, я полагал, там куда не шло. Все остальное, пожалуйста, посмотрите. Однако основным решением этой проблемы должно стать использование энергоэффективных ламп. Хабиров попросил премьер-министра Рустема Морданова взять ситуацию с уличным освещением под личный контроль. Андрей Шарыгин, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. Гуляя в лесопарке, который находится на пересечении улиц Шафиевой и Зорги, можно наткнуться на кладбище домашних животных. На этой территории порядка 15 могилок, например, здесь похоронен кот Тимка. Но самое раннее захоронение, которое нам удалось найти, датируется 2013 годом. То есть, как минимум пять лет уфимца хоронят здесь своих питомцев. Владельцы постарались попрощаться с любимыми животными, как говорится, по-человечески. Могилки украшают оградки, цветы, фотографии, даже кресты. Парки и скверы давно стали последним приютом. О создании уфи официального кладбища домашних животных говорят давно. Но инициатива исходит от самих жителей. Ветеринар Владимир Аскаров 15 лет назад открыл первое в республике кладбище для питомцев. Находилось оно в санитарной зоне недалеко от города, но проработало недолго. Никакой поддержки от властей мужчина не получил. На момент закрытия кладбища было 550 с чем-то захоронений. Люди ходили, ухаживали, ставили оградки, памятники. Это все было так же, как у людей. А почему оно закрылось? Потому что очень высокая была арендная плата. Во-вторых, у нас люди еще не дошли, может быть, умом или сердцем. Были случаи воровства. В приемном ветклинике мы встречаем владелицу кошки. Женщина рассказывает, животное уже старое и больное, но кремировать его в будущем она не будет. Ну, жалко. Не знаю. Нет, наверное. Человек куда-нибудь в коробку завернем, похороним. Которым людям могилу не могут посадить. Собаку такую. Ветеринар Владимир Аскаров уверен, в Уфе оно также необходимо. Дешевле сами идут, закапывают. А здесь, если даже было бы, может быть, кладбище, ну, часть населения в любом случае бы пользовались этой услугой. Но тут память о животном. То есть они могут и прийти, и навестить, и посмотреть. Стихийные захоронения также подтверждают, кладбище животных уфимцам необходимо. А вот самостоятельно хранить питомца по закону запрещено и грозит штрафом. Жители заплатят до 5000 рублей. У нас действуют ветеринарно-санитарные правила, порядка сбора и утилизации биологических отходов. А животные погибшие, то есть их трупы, являются биологическими отходами. И, соответственно, с этими правилами захоронения трупов в землю запрещено. Мое домашнее животное, чем оно может быть опасным? Ну, в большинстве случаев неизвестно, из-за чего животное погибло. Спустя некоторое время, после консервации, так скажем, освободится это инфекционное начало с этого трупа, то есть на протяжении нескольких лет. Часть болезней, которые хранятся долгое время в земле, они могут передаваться не только животным, опять-таки людям, и от людей к людям также. Нелегальные могильники заражают почву и воды. Единственный законный выход – это кремация. В спецавтохозяйстве Уфы нам пояснили, занимаются только бездомными кошками и собаками. Редко поступают обращения от жителей. Прямой такой услуги нет именно у нас, чтобы как-то плата там за это была, нет такой именно при обращении жителей только. Кремацией животных в Уфе занимаются больше десятка частных ветклиник. Мы позвонили в одну из них, чтобы узнать, какие услуги они предлагают уфимцам. Сколько это будет стоить кошка? 500 рублей. А видео предоставляете? Это отдельная, как бы индивидуальная кремация получается, это 4,5 стоит. Владельцам собак эта услуга обойдется дороже – за килограмм 100 рублей, а индивидуальная кремация начинается от 5,5 тысяч. В спецавтохозяйстве нам рассказали, в проекте городского приюта для бездомных животных запланирован крематорий и колумбарий для захоронения праха. Землю отводит под кладбище животных, это нецелесообразно, думаю. Самый основной вид – это как раз сжигание колумбария, размещать прах этих животных. В глиняных посудках, закрытых, в таком виде уже цивилизованном. Строительство приюта для бездомных животных должно начаться в 2019 году. Сколько будут стоить услуги колумбария, пока не уточняется. Сейчас сложно также сказать, будет ли он пользоваться популярностью у жителей, или Уфа продолжит обрастать звериными погостами. Алина Гребешкова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. А может тебе просто снег не нравится, а? Или это я такая-то глупая, не понимаю, что снег грести – это трудно. Но это же не трудно. Взял лопату и гребешь себе этот снег. Три истории соединились в одно произведение – спектакль «Хэзнайт». Его создали воспитанники студии «Республика Икс». Это выпускники Всероссийской студии творческого развития «Оперения», который еще 9 лет назад в Уфе основал Константин Хабенский. Входить в материал было непросто, но безумно интересно. Мы хотели сказать о том, что ребята нужно быть чуткими, что нужно следить за людьми, обращаться к людям, потому что если мы в какой-то момент перестанем внимательными быть, то все может в один момент разрушиться. И кажется, мы сегодня об этом сможем сказать. В основу постановки легли три произведения писателя Александра Цыпкина – «Снег», «Окно» и «Мышки по норкам». Сегодня он лично приехал, чтобы оценить работу студийцев и принять участие в открытии малого зала театра «Республика Икс». Сегодня на открытии завода присутствовали члены полюбюро. И они из другого поколения, слава богу, что они по-другому смотрят. Но мне кажется, что меня больше всего радует. Общечеловеческие ценности не изменились. Они, в принципе, не сильно поменялись за последние несколько тысяч лет. А сейчас принято говорить, что вот, они совсем другие. Нет. Ценности те же, но молодежь всегда лучше, чем мы, потому что они живее, и они еще видят восходство, а мы уже видим закат. Вот, поэтому хочется смотреть на тех, кто видит восход. Вместе с ним студию посетил и российский актер театра и кино Максим Матвеев. Он подчеркнул важность того, чтобы именно молодежь ставила спектакли по современным произведениям. Да, безусловно, важно, конечно. Причем как для зрителя, который это будет смотреть, так и для самих исполнителей, потому что вся наша жизнь заполнена тем или иным информационным полем, которое влияет на наше мировоззрение, на наши взгляды, на окружающую действительность людей, событий и так далее. А прикоснувшись к такого рода произведениям, к современным авторам, есть возможность как-то расширить свой собственный кругозор, свой зрителя, которому это будет представлено. Добавим, что детище Константина Хабенского за 9 лет в нашем городе выросло и на сегодняшний день представляет собой три студии Оперение, Хохочу и Республика Икс. Педагоги отмечают, что прежде всего это студии творческого развития. А одной из главных задач остается благотворительность, ведь все деньги, вырученные со спектаклей, идут на лечение онкобольных. Сейчас театр, он стал очень гражданским, в смысле гражданской позиции. Это не просто искусство. Когда ребенок или взрослый человек приходит и работает на сцене и знает ради чего, ради спасения другого ребенка или ради спасения другого человека, то совсем иначе люди работают на площадке. Это не просто я себя показываю, какой я особенный, интересный, хорошо пою, танцую и разговариваю, а я ради чего это делаю. Кстати, ближайший спектакль театра студии Республика Икс состоится уже 17 ноября. Билеты можно купить на официальном сайте проекта. Анастасия Худик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Уже на подходе к стадиону «Невчаник» слышны фанатские кричалки и все чаще встречаются красно-белые цвета. Это значит, что в гости к футбольному клубу Уфа приехала одна из самых популярных и титулованных команд России – московский «Спартак». Оба столичных клуба с разницей в две недели лишились главных тренеров. Но если Масима Карреру уволило руководство «Спартака», то Сергей Тамаров сам подал в отставку. Решение тренера-горожан уфимские болельщики поддержали. Чего нельзя сказать о ситуации в «Спартаке». Зачем уволили, смысла нет. Что было после Масима, когда его уволили, это ничего не изменилось. Просто-напросто. Для чего его уволили? Я против увольнения Каррера и против Глушаковской капитанской повязки. Игра с «Рейнджером» была просто нулевая. Что поменялось с его увольнением? По сути, ничего. Команда пошла в полный раздрай. Пока «Красно-Белый» не в восторге от исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо, уфимцы продолжают верить в команду. Будем надеяться, что что-то изменится. Еще у нас шансы есть. Как говорится, половина еще впереди. Уже отсыпать некуда. Или мы больше никогда не войдем в премьеру лигу. А как вы считаете, отставка Томарова что-то изменит? Ну, если честно, мне кажется, не особо. Потому что новый тренер, ну, тот же помощник Томарова. Я думаю, новый тренер все-таки. Я думаю, у нас все получится в этой игре с Картаковым. Несмотря на холодную погоду, уфимцы с горячим сердцем пришли на игру. На стадионе можно было заметить весьма колоритных болельщиков. Уфа! Чемпион! Уфа! Уфа! Единственный шанс не замерзнуть для футболистов – показывать активную игру. Обе команды стремились к этому с самого начала. Однако что-то пошло не так. Первый по-настоящему опасный момент создал «Спартак» на 20-й минуте игры. Софьян Ханис передачи Луиса Адриана угодил в штангу. Спустя 10 минут Уфа поймала «Спартак» на контратаке. Дмитрий Живоглядов остался один на один с вратарем красно-белых. Однако удар уфимца не стал голевым. До конца первого игрового отрезка обе команды обменялись опасными моментами, но счет так и остался нулевым. Пока команды переводили дух в теплые раздевалки, болельщики талантливо согревались в стиле диско. На второй тайм горожане вышли заряженными на победу. На 75-й минуте Табидзе прострелил в штрафную гостей, где голова Сысуева встретилась с мячом и отправила его в ворота «Спартака». Уже в добавленное время Ловра Бизик обыграл уставшую оборону красно-белых и сделал счет 2-0. Но с этим поражением жизнь для «Спартака» не кончается. Каждую неделю можно поменять ситуацию. И, в любом случае, я повторяю, что «Спартака» есть в 3-м соревнованиях. И я повторюсь, что «Спартак» продолжает участвовать в 3-х турнирах. В 2-х из них на очень хороших позициях. И в этой, что это «Лига», то есть время, чтобы солнце выйти. А в чемпионате есть время для того, чтобы вышло солнце. А вот в Уфе наметился футбольный рассвет. Мы, к сожалению, не могли хорошо распорядиться мячом. Были хорошие моменты в контратаках. Но не смогли хладнокровно, скажем так, отдать последний пас. Очень хорошие подходы. Но сказать так, что второй тайм практически идеально. В обороне сыграли. Не дали ничего создать «Спартаку». И все-таки добавили в хладнокровие и забили два мяча. 24 ноября футбольный клуб «Уфа» сыграет в Оренбурге с одноименной командой. Андрей Шарегин, Роман Угуманов, городской телеканал ЮТВ. Стартовало финальное голосование за выбор названия аэропорта «Уфа» в проекте «Великие имена России». Будет ли носить аэропорт имя советского летчика Мусы Гореева, народного поэта Мустая Карима или башкирского национального героя Салавата Юлаева, решат сами жители республики. Проголосовать можно несколькими способами. На сайте великиеимена.рф с помощью социальных сетей в одноименном приложении проекта и по телефону, позвонив по номеру 8 800 707 93 17. Звонок бесплатный. В воскресенье 11 ноября около 300 жителей Сибая вышли на Центральную площадь с требованием наказать тех, кто избил двух мужчин в местном кафе. Ранее в социальных сетях появилась информация, что в кафе, который принадлежит курдам, произошла драка. Якобы владельцы заведения и их сторонники избили двух местных мужчин. Жители города тут же предположили, что произошел межнациональный конфликт и вышли на улицы. Однако в МВД Башкирия опровергли эту информацию. По предварительным данным, драка произошла между двумя местными жителями, которые поссорились на бытовой почве в развлекательном заведении. На зачинщиков драки завели уголовное дело. ЮТВ следит за развитием событий. Бывший первый заместитель прокурора Башкирия Олег Горбунов останется под стражей. Соответствующее решение 12 ноября принял Мосгорсуд. Горбунов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово. Такую меру пресечения потребовали следователи, которые считают, что Горбунов может скрыться от правосудия. Ранее он уже предпринимал попытку улететь из страны, но его поймали в Шереметьево. Адвокаты арестованного просили заменить содержание в СИЗО на подписку о невыезде, либо на домашний арест. Однако Мосгорсуд не согласился с доводами защиты подозреваемого. Также судья отклонил и апелляционное представление Генпрокуратуры. За минувшие выходные на дорогах Башкирии зафиксировано 17 аварий, в которых 3 человека погибли и 22 получили травмы. Днем в Янаульском районе на железнодорожном переезде на станции Банибаш 63-летний местный житель за рулем Лефам по предварительным данным решил проехать на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Известно, что переезд не был оборудован барьерными сооружениями и шлагбаумом. А в Белорецком районе поздно вечером причиной трагедии скорее всего стали погодные условия. 44-летний житель Черябинской области за рулем грузовика на повороте не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате водитель был госпитализирован, но через 3 часа, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. В столице республики на проспекте Октября 23-летний Уфимец за рулем Хонды Цивик, двигаясь в направлении Черниковки, предположительно проехал на запрещающий сигнал светофора. Выехал на полосу встречного движения, где влетел Владу Гранту и ВАЗ-2110, а остановил его столб электроопоры. В результате аварии 4 пассажира Хонды обратились за медицинской помощью. Одну из них, 26-летнюю местную жительницу, доставили в больницу, где через несколько часов она скончалась. Также госпитализирован 25-летний пассажир Гранты. Медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян. Еще одна авария с участием пьяного водителя, произошедшая в Уфе, попала в обзор камеры Уфанет. ДТП произошло на пересечении улиц Зорги и города Галли. Весь поток начинает движение, но в этот момент в поперечном направлении появляется ВАЗ-2109, который уверенно двигается в своем направлении и только в самый последний момент пытается уйти от столкновения, но уже слишком поздно, и он влетает во внедорожник. В результате водитель отечественной легковушки был госпитализирован, а в ходе проверки оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В парах выдыхаемого им воздуха прибор-алкотестер показал 1,134 миллиграмм на литр. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком до двух лет. Субтитры создавал DimaTorzok